По статистическим данным Минздрава России, в стране в среднем каждые 5-7 минут происходит перелом шейки бедра. Наиболее уязвимая часть общества – это люди старше 50 лет. Для них подобный перелом представляет серьезную опасность, потому что кости срастаются с большим трудом или не срастаются вовсе. Оперативное вмешательство проводится не во всех медицинских центрах, а стоимость лечения очень дорогая. Поэтому важность профилактики возрастает в разы. Рекомендуем досмотреть это видео до конца, потому что в нем мы расскажем о том, как максимально снизить вероятность перелома в шейке бедра. Затронем основные критерии коррекции образа жизни и рациона питания. Что нужно знать? С возрастом замедляются синтетические процессы, метаболизм, межтканевой транспорт и прочие физиологические механизмы. Организм начинает ослабевать, причем это касается всех сфер. Слабеет мускулатура, повышается невнимательность, понижается активность центральной нервной системы, как минимум 30% людей старше 65 лет падают ежегодно. С каждым следующим годом жизни вероятность падения возрастает на 1%. Больше всего страдают люди, больные остеопорозом, поэтому перелом шейки бедра у них явление достаточно частое. Важно! Прогнозы для пожилых лиц с переломом шейки бедра неутешительные. По данным медицинской статистики, примерно четверть больных с таким диагнозом умирает в течение последующих двух лет после его возникновения. Среди выживших до 50% утрачивают способность не только передвигаться, но и полностью обслуживать себя. Очень большую роль здесь играет наследственность. Если у человека в семейном анамнезе были случаи таких переломов, то вероятность подобного происшествия возрастает на 50%. В группе риска находятся люди, для которых характерно вредные привычки, гиподинамия, лишний вес, патологии щитовидной железы, а также пара щитовидных желез, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, почек, эндокринной системы, легких, нерациональное питание, обедненное витамином D и кальцием, недостаточное пребывание на солнце и прочее. Опасность заключается в том, что после 50 лет перелом может не срастись, а лечение в подавляющем большинстве случаев дорогостоящее. Это приводит к тому, что человек так или иначе погибнет через несколько лет от осложнений, которые связаны с прикованностью к постели. Поэтому самое главное условие для людей с остеопорозом – всеми мерами избежать падения. А как часто падаете вы? Напишите об этом в комментариях, нам и нашим зрителям будет интересно прочитать об этом, чтобы сравнить с собой. Меры профилактики Падают люди по разным причинам – головокружение, шаткая походка и т.д. Поэтому, если с этим есть проблемы, то нужно не выходить на улицу в темное время суток и плохую погоду, например, в ураган или гололед. В жилище не должно быть высоких порогов, подвернутых ковров, шнуров и всего такого, за что человек может зацепиться и упасть. Если ходить трудно, то нужно пользоваться тростью, а также одевать протекторы бедра – специальные приспособления, похожие на шорты, которые содержат прокладки в области тазобедренных суставов. Если случится падение, то это существенно снизит вероятность перелома. Врачи рекомендуют ходить пешком без остановки три раза в неделю в течение 30 минут. Для комфорта и здоровья используйте качественную обувь. Самое лучшее – это стараться в хорошую погоду, совершать пешие прогулки не менее двух часов в день. Старайтесь укреплять мышечный каркас, тренируйте равновесие с помощью физических упражнений. Рекомендуется плавание, танцы, пилатес и йога. Питание для укрепления костей Важно сбалансированное питание, очень опасной длительной диеты или однообразной пищи. Женщина весом в 65 кг должна потреблять в сутки не менее 1800 ккал, мужчина весом в 75 кг не менее 2200 ккал. Для опорно-двигательного аппарата нужно полноценное поступление белков, кальция, а также минералов, витаминов, жиров и углеводов. Только при комплексном питании все вещества усваиваются. При дефиците какого-либо компонента будет ощущаться недостаток и других веществ, особенно это заметно в пожилом возрасте. Например, с пищей постоянно должен поступать коллаген, который с возрастом все меньше синтезируется в организме. Для костей важно не только поступление кальция, но и витамина D, без которого кальций попросту усваиваться не будет. Поэтому врачи рекомендуют включать в рацион следующие продукты – молоко или любые изделия из него. Желательно есть подобную пищу ежедневно. Очень хорошими вариантами являются творог, кефир и натуральный йогурт, которые не только способствуют поступлению кальция и белка, но и полезны для поддержания кишечной микрофлоры. Для тех, кто не любит молочные продукты или по каким-либо причинам вынужден от них отказываться, нужно включить другие виды пищи, содержащие кальций. Это апельсины, миндаль, фасоль, сухофрукт, зелень, любые овощи зеленой окраски и морепродукты. Очень важно потребление продуктов с витамином D, особенно для тех, кто мало бывает на солнце. Для этого нужно есть рыбий жир или жирную морскую рыбу, яйца, мясо и печень. Также стоит обратить внимание на следующие советы. При варке мясного бульона, чтобы получить в воде больше кальция, добавьте в воду немного уксуса. Это не будет заметно, а жидкость станет более наваристой и полезной, благодаря вымыванию кальция из костей. Употребление кофе и соли – эти вещества способствуют выведению кальция. Если имеются проблемы с дефицитом кальция, то не следует налегать на растительную продукцию, богатую клетчаткой, поскольку этот углевод может затруднять его усвоение. Откажитесь от вредных привычек, потому что они являются одним из провоцирующих факторов остеопороза. При выборе поливитаминных препаратов и пищевых добавок с кальцием и другими минералами нужно предварительно проконсультироваться с врачом. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в социальных сетях с друзьями, чтобы они были здоровее и крепче.